Смотрите в итоговом выпуске новостей. Башкирия и Казахстан наторговали на полмиллиарда долларов, о чем говорили Хабиров и Такаев. В Башкирии все еще не хватает рабочих рук, какие профессии самые востребованные. Еще одна женщина возглавила район Башкирии, мы с ней поговорили. В Уфе появилось два новых аппарата для реабилитации. Как ее пройти? Голливуд, Маяковский и Уфа. Открылась выставка Ольги Цымбаленко. Нужна ли цензура в СМИ? Опрос россиян. 24 января в Астане открылся бизнес-форум «Казахстан-Башкортостан». Во главе делегации из нашей республики туда отправился Ирадий Хабиров. Каких результатов Башкирия хочет добиться в Казахстане? У нас неподдельный интерес к Казахстану, потому что, знаете, вот помимо экономического интереса, здесь, конечно, такое глубокое, культурологическое, цивилизационное единство есть. Вот, но нам очень интересно, нам очень выгодно сотрудничать. Министр промышленности и строительства Казахстана Канад Шарлапаев отметил, что форум должен значительно продвинуть двусторонние отношения. На встрече с президентом Касымом Жамартом Такаевым речь зашла о работе двух экономик. Башкирская сторона отметила, пора выводить денежные отношения на новый уровень. Мы сейчас действительно товароборот приблизились где-то полмиллиарда долларов, но он, конечно, имеет огромный потенциал росту. Полагаю, что в ближайшие годы мы это уже существенно поправим и увидим. Нам надо переходить к промышленной кооперации, от торговли просто к промышленной кооперации. Поэтому я вот сегодня с удовольствием могу сказать, что количество предприятий Республики Башкортостан, которые начинают работать здесь, формировать свои бизнесы, открывать предприятия, уже увеличивается. Поэтому для нас это важный показатель. Традиционно Казахстан и Башкортостан тесно сотрудничают друг с другом. В частности, наши нефтяники, будь это государственная компания или же частные компании, работают вместе с нефтехимиками Башкортостана и в практической сфере, и в области науки, где ваши достижения совершенно очевидны. Из более предметных обсуждений можно выделить вопрос образования. Касаемо сотрудничества в этой сфере речь зашла о башкирских вузах. Обсудили возможность формирования представительства одной из вузов, либо у НИТа, либо у ГНТУ, потому что неподдельный тоже интерес есть к нашим образовательным программам, к нашему научному потенциалу. Там очень развернутый спектр, у нас был довольно обстоятельный разговор. Я думаю, что мы будем плотно работать друг с другом, имея в виду, что Россия для Казахстана является ближайшим союзником, стратегическим партнером. Впрочем, вопрос дуального образования еще нужно прорабатывать и согласовывать. Другой темой, которую подняла башкирская делегация, стало развитие туризма. Мы открыли по нашей инициативе рейс в Астану и в Алматы. Следующим шагом будет увеличение количества рейсов, как минимум, чтобы два было в Астану и два было в Алмату. Мы хотим открыть Казахстан для наших туристов. Первой ласточкой будет программа башкирской долголетия. Мы уже в этом году определили квоту для 700 наших ветеранов, это люди старше 55 лет. В чем и особенность, мы компенсируем часть стоимости, довольно существенную, касается авиабилетов. Обкатали ее уже полторы тысячи человек в Беларуси. Сейчас очень хотели бы открыть Казахстан для туристов. В перерыве между встречами и переговорами Хабиров посетил соборную мечеть Астаны. В ее широких залах прозвучало еще одно заявление о новом этапе в строительстве уфимской мечети Ар-Рахим. Ну мы сейчас, когда ездим, я стараюсь смотреть, мы, я же говорил, что мы сейчас завершаем обследование нашей мечети Ар-Рахим. Значит, в ближайшее время, наверное, выйдем, значит, с предложением по закупке облицовочных камней. Мы эту работу в этом году начнем. Поэтому любопытно посмотреть, как другие, потому что мы еще даже первое приближение не делали на внутреннюю облицовку. Здесь очень богато, очень красиво. По данным агентства «Спутник Казахстан», во встрече участвовали представители 400 предприятий из Казахстана и 70 компаний из Башкортостана. Напомним, что осенью в Уфе планируется провести 20-й юбилейный форум российско-казахстанского межрегионального сотрудничества. У нас ничего на самом деле не меняется. Сегодня в Башкирии все так же ощущается дефицит рабочих профессий, сообщила на пресс-конференции министр семьи труда и соцзащиты населения региона Ленара Иванова. Хоть уровень безработицы в республике, по ее словам, снизился, на одного безработного приходится 4 вакансии. Однако предприятие Башкирии отмечает нехватку сотрудников. Более 70% вакансий связаны с рабочими специальностями. Больше всего в Республиканском банке наших вакансий представлены такие профессии, как слесарь – 2619 вакансий, водитель – 2981 вакансий, электромонтер – более 1000, оператор станков с программным управлением – более 1000, токарь – почти 800, повар – 700 с лишним, грузчик, тракторист, швея, фрезеровщик. Оператор швейного оборудования. Вот это все сотнями измеряется. В то же время половина обращений в Центр занятости населения поступает от тех, кто ищет работу в сфере бизнеса. Кроме того, в этом списке есть специальности в области права, гуманитарных наук и культуры, а также медицины. Инженеры требуются 1299 вакансий, врачи – 1262 вакансий, полицейские – 845 вакансий полицейских, медсестры – 783, учителя – 631 вакансий, менеджеры, воспитатели, агенты по продаже недвижимости, сиделки и бухгалтеры. Также Ленара Иванова рассказала про республиканский проект Башвахта. С помощью программы Минтрут региона собирается привлечь на крупные предприятия республики жителей ближайших районов Башкирии. Огромный резерв квалифицированных кадров, которые каждый месяц или там каждые два месяца туда-сюда мотаются на вахты, да, в другие регионы, в основном ХМАО и ЕНАО. Соответственно, подумали, а почему бы их не переориентировать и тоже на вахтовой основе не предложить им, значит, работу на наших предприятиях. И активно за это взялось УМПО. 25 февраля Минтрут Башкирии и УМПО собираются отправиться в Бирск, чтобы встретиться с вахтовиками. Несколько сот вахтовиков готовы прийти и послушать, что директор УМПО предложит им. И идея такая, что те же 100 тысяч, но в республике. Представляете, из Бирска приезжать, в общежитие жить, жена, как говорится, дети относительно недалеко, да, то есть в конце концов можно и смотаться домой, какие-то вопросы решить. Но при этом ты те же зарплаты получаешь, и потом месяц, так же ты свободен, понимаете? Что касается центров занятости населения, министр труда Ленара Иванова отметила, что абсолютно все они будут обновлены до конца 2024 года. На эти цели выделено более 700 миллионов рублей. Для нас очень важно сейчас привести в порядок, да, то есть чисто инфраструктуру сделать современной, красивой и так далее. Была проведена такая ревизия всех существующих помещений, площадей, и у нас есть чек-лист, то есть это требование Федерального центра компетенции, который нас ведет полностью. Утвердили на оргкомитете план на год, где заложены контрольные точки, то есть мы идем четко по датам. Прошерстили все полностью, и у нас есть понимание по каждому городу и району, что будет происходить. В обновленных центрах занятости населения будут специальные зоны. Будет зона работодателей, зона для мероприятий, да, то есть там в том числе с инвалидами, с молодежью. Очень много профориентации будет происходить, потому что дисбаланс на рынке труда диктует нам именно превентивные меры, да, то есть нужно работать с молодежью, с детьми, чтобы потом не было вот этого, когда все хотят быть белыми воротничками, и мы пожинаем плоды. В Башкирии уже обновились три центра занятости населения. В Стратамаке, Нефтекамске и Орджоникидзовском районе Уфы. Как рассказала Линара Иванова, их помещения изначально подходили под требования федерального центра компетенции. В скором времени откроются центры в Кумертау. Аразилия Удажбаев, Роман Угуманов, телеканал ЮТВ. Под конец 2023 года стало известно, что в Совете Федерации появится новый сенатор от Башкирии. Им стал Олег Голов, который до этого возглавлял Благовещенский район. Когда кресло главы опустело, возник вопрос, а кто теперь займется муниципалитетом? Я тогда еще, когда Олег Евгеньевич меня пригласил на эту должность замглавы, я ему сказала, что Олег Евгеньевич, как, я не смогу без людей, то есть у меня здесь предприниматели, бизнес, у меня проекты, мне все это интересно, мне это все нравится. Но когда я пришла сюда, знаете, мои двери, они не закрылись и не закрывались до сих пор. 12 января Анна Карабанова официально возглавила район. До этого она занималась привлечением инвестиций и курировала вопросы экономики, выполняя задачи заместителя главы и бизнес-шерифа. Здесь даже интереснее работа, потому что ты работаешь в полях, непосредственно можешь влиять на проект. Поэтому я считаю, что мои, наверное, заслуги, самые главные результаты, это уже в работе здесь, в Благовещенском районе. Работа именно как в сфере экономики, она мне очень нравилась, и я здесь смогла реализоваться до конца, именно вот поднять свой профессионализм и получить опыт именно благодаря работе в Благовещенском районе. Мы встретились с ней, чтобы записать первое большое интервью и узнать, как будет развиваться район, который за несколько лет набрал высокие темпы развития. Читая новости, многие задаются вопросом о том, кем была и чем занималась новая глава района до того, как оказаться на муниципальной службе. В корпорации развития я работала начальником управления сопровождения инвестиционных проектов. Крупные проекты, это был индустриальный парк Уфимский, там я занималась привлечением резидентов в этот индустриальный парк. Это была подготовка бизнес-планов, сопровождение инвесторов, получение субсидий, либо там науковый льгот. Кстати, когда я пришла сюда работать, очень много предпринимателей, там руководители бизнеса обращались и хотели даже реализовать проект в Благовещенском районе. Как оказалось, когда я в 2019 году пришла сюда работать, мне папа сказал о том, что мой дед родился в Благовещенском районе. Просто вот за эти 4 года еще не было времени сделать запрос в архив, узнать, кто мои прадедушка и прабабушка, потому что они родились и родили своих детей именно в Благовещенском районе. Я знаю, что это было в районе Бедеева поляны, а все остальное, к сожалению, мне неизвестно. Переходя от личных вопросов к рабочим, мы первым делом решили узнать, каким будет район в ближайшей перспективе. Со слов Анны Николаевны, экономика уже раскачана. Новые проекты по-прежнему будут запускаться. Но теперь пришло время обратить внимание и на сельскую местность. У нас в 2024 году спускается первый этап логистического комплекса «Озон». Будет создано в июле месяца 800 рабочих мест. Действующий резидент ТАСЭР МЖБК планирует реализацию нового проекта. Также в этом году они запускают его. Себе задачу все-таки ставлю развитие сельских территорий, развитие сельского хозяйства, создавать там экономику на селе. Мы проводили и продолжаем работу по землям сельскох с назначением, то есть определенную инвентаризацию проводим. Наша задача, конечно, это вот сейчас найти источники по земле для того, чтобы уже предложить это все инвесторам для дальнейшего развития наших населенных пунктов. И у нас остро строит проблема в сельских территориях. Это водоснабжение, там действительно нужно еще как бы наводить порядок. И жители приходят часто с этим вопросом именно по обеспечению водой. Анна Карабанова стала четвертой женщиной, которая возглавила один из районов Башкирии. Для республики такая практика нетипична. И разговаривая с нами, чиновница подтвердила. Новое назначение сильно перекроило не только деловую, но и ее личную жизнь. С этим вызовом ей предстоит справиться самостоятельно. Дорожусь тем, что у меня есть возможность стать успешной женщиной, да, в главе района. Я уверена, что успешное управление, оно не зависит от пола. По половому признаку я не вижу разницы. Это главное, это те качества, которые должен обладать глава муниципального района. Родители, конечно, сначала пытались меня отговорить, сберечь. Это, скажем, понятно, что тяжелая работа, откладывается все на здоровье, и на семье, на воспитание ребенка. Но я, в общем-то, приняла решение, и моя семья меня поддержала. Времени очень мало на общение, но, по крайней мере, те 2-3 минуты или 5 минут, они дорогого стоят. И я пытаюсь максимально уделить внимание своей семье. И вообще, ну, как бы, если говорить о идеале, там, или в картинке, которая в голове. Когда идешь по улице и видишь результат своей работы, да, то есть когда что-то получилось, это красиво, это греет душу. Но когда есть улыбающие лица жителей, благодарность, ну, наверное, это будет самая высокая оценка моей работы. Читая новости, все мы периодически узнаем о том, что одна или другая больница получила новое оборудование, которое в корне поменяет процесс лечения. Но как пациенты могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь? Забегая вперед, скажем, что сделать это можно, минуя участкового терапевта. У нас было закуплено такое оборудование, как стедис, здесь представлен. То есть на нем пациенты реабилитируют функцию ходьбы, восстанавливают свой опорно-двигательный аппарат. И также тренажер Хубер-360. Он у нас располагается в отдельном помещении. Стараясь отследить новинки медицинской техники, которые появляются в уфимских больницах, мы узнали, что несколько новых аппаратов появились в лаборатории нейропатофизиологии высших функций мозга и реабилитационных технологий клиники БГМУ. Желая узнать больше, мы отправились в больницу. Благодаря данным методикам они обладают функцией биологической обратной связи. То есть у пациентов появляется мотивация к тренировкам, появляется интерес к процессу реабилитации. Они становятся сами вовлечены в этот процесс благодаря биологической обратной связи. И благодаря этому процесс реабилитации происходит в разы быстрее и эффективнее. Два громоздких аппарата были закуплены по федеральной программе развития систем медицинской реабилитации. Их суммарная стоимость – 13 миллионов рублей. Первый похож на беговую дорожку с большим телевизором. Второй – едва заметно двигающаяся площадка для тренировки баланса. Мы оцениваем функцию ходьбы у человека, длину шага, ритм ходьбы, высоту подъема стопы. Биологическая обратная связь – это когда нам дается задание на мониторе, человек должен осознанно решить эту задачу. Например, выходит шкала движения, и человек должен шагнуть на определенную высоту, поднять ногу. В среднем 6-8 человек тренируются. Ну и время разное. То есть кто-то выдерживает по 10 минут, кто-то уже 30-40 может ходить. Там есть платформа, которая двигается, а пациент должен оставаться в зоне цели, то есть к определенной кружочке. Он достигает цели, перенося вес тела с одной ноги на другую в данный момент. Он выявляет, какая у него нога слабее, где какая цепочка, на какой ноге лучше стоит, хуже. И по выявленной проблеме уже конкретно с ней работаем. Новая техника появляется не в каждой больнице и не часто. Поэтому нам стало интересно, а можно ли прийти в клинику БГМУ просто так, если человеку после операции нужна реабилитация. И оказалось, что такая возможность есть. При этом пациенту даже не нужно сидеть в очереди за направлением к своему терапевту. Пациентов с республики Башкортостан, города Уфы, мы принимаем на реабилитацию в наш демной стационар. То есть здесь мы лечим пациентов с заболеваниями периферической нервной системы после перенесенных травм на опорно-двигательный аппарат, после перенесенных операций на опорно-двигательный аппарат. Здесь вас осмотрит врач, назначит курс реабилитации, то есть составит индивидуальную программу. Далее вас посмотрит инструктор, определит объем движений, потенциал для восстановления. И уже непосредственно индивидуально будем разрабатывать программу и проводить процесс реабилитации. Выходит, что в Уфе есть место, где людям помогают восстановиться после операции. Номер для записи вы видите на экранах. Я устроила скандал. Я орала. Когда маленькая Оля Цымбаленко бабушка подарила куклу, а не краски или альбом для рисования, она сильно возмутилась. За первые пять лет жизни девочки никто из ее родственников так и не понял, что нужно дарить будущие художницы. Именно с этого воспоминания открылась очередная выставка в рамках проекта «Диалоги об искусстве» в галерее Мираз. Там уфимцы и гости города общаются с известными художниками и тем самым знакомятся с их творчеством. Мне кажется, что невозможно вообще говорить о каком-либо художнике, если мы не знаем, что это за человек. На этот раз галерея Мира стала не просто местом протяжения любителей искусства, а настоящим порталом волшебный мир. А все дело в картинах Ольги Цымбаленко. Вот эти горизонтальные две большие работы, которые расширили пространство настолько, что просто там можно путешествовать бесконечно долго. Здесь каждый может ответить на свои вопросы, каждый может попутешествовать, пофантазировать, размышлять, думать, мыслить, ну и вдохновляться, конечно. Как оказалось, создательница своего удивительного мира сама частенько окунается в другие реальности. Например, в эпоху золотого Голливуда. Тому и Ольга Цымбаленко черпает вдохновение, а после привносит это в свой мир. Это идеальный мир, боже мой. Мне нравятся все детективы. Я люблю какие-то такие фильмы с загадочными убийствами, чтобы там развивалось, развивалось, а потом по ниточке все-таки нашлось, например. А еще Оля Цымбаленко любит поэта Владимира Маяковского и музыкальную группу «Акуджав». А своим наставником она называет заслуженного художника Башкирии Михаила Назарова. Во время учебы в Уфимском институте искусств он был ее педагогом. Он просто перевернул все мое представление об искусстве. Он мне настолько дал возможность раскрыться. Научил какую-то дисциплину художественную. То есть, как быть художником, я у него увидела. Потому что у меня в детстве не было какого-то образца, например, или там в юности у меня не было знакомых художников. На КВМ могла бы посмотреть, как он живет. К слову, поступила Оля Цымбаленко в Институт искусств только с третьего раза. А еще она работала гардеробщицей, уборщицей и учителем. Как признается художница, у нее в жизни случалось многое. Но искусство всегда ей помогало. Искусство, живопись – это то, что мне всегда интересно. Это то, чем я всегда хотела заниматься. Меня это вообще держит в этой жизни. Окунуться в удивительный мир Ольги Цымбаленко вы можете в галерее Мираз в отеле Шаратон Плаза. Эти картины из разных времен. То есть, например, эти две длинные, они были начаты аж, наверное, году в 12-м, может быть. То есть даже 10 лет назад я их определенным образом сделала. Они съездили, показались на московской биеннале и вернулись. Я их переделала и сделала из них просто другие. Это мое хобби – переделывать свои работы. Это даже что-то экологичное есть. Я не замусориваю холстами эту планету. Если не успели купить картину, она поменяется. Это такой мой шантаж маленький. Выставка будет работать до 2-го марта. Также в этом году уфимскому творческому пространству исполняется 30 лет. И в этот юбилейный год руководство галереи Мираз готовит много сюрпризов. Розилий Удажбаев, Руслан Габидули, телеканал ЮТВ. Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. Согласно опросу в ЦИОМ, 63% россиян считают, что для российских СМИ необходима государственная цензура. И лишь 30% россиян считают, что никакая цензура не нужна. А как относятся к цензуре уфимцы? Давайте узнаем прямо сейчас. Погнали! Нужна ли цензура в российских СМИ? Ну, конечно, нужна. Я думаю, цензура везде вообще нужна. Нужно отслеживать. Цензура, я думаю, нужна. Потому что, если это большая демократия, да, то она для России будет негативно нести какую-то позицию. Контроль нужен, потому что международные вопросы ляпнут такое из-за одного слова. В истории мы знаем война на шаль. На примере вот тех митингов, которые состоялись, есть различные мнения, люди высказываются. Я думаю, что информация о данных случаях, да, там, мероприятия должно все-таки осуществляться из государственных, как говорится, публичных мнений. Достаточно, я думаю, просто поделиться информацией, что сейчас происходит, да, и не навязывать какое-то, может быть, чье-то субъективное мнение. Надо убрать. Хочется, чтобы, ну, говорили правду. Надо показывать, чтобы народ знал. Вообще не нужно. Почему? Ну, это ограничивает принятие решений. Каждый человек имеет право на самовыражение. Нельзя выражаться. Это без культуры людей показывает. Ну, мать должен быть в нужных местах. В новостях что-то случилось серьезное. И ведущая говорит. Ну, тут ситуация просто без... Я бы, знаете, плясал от СССР. Вот туда и идем. Хорошо или плохо? Как бы вам это сказать? Вы так спрашиваете, как будто ее нет. Ты боишься, кстати, или нет? Ну, как вы думаете? Я думаю, что много. Кроме цензуры ничего не присутствует, по-моему. Сейчас мы вас, говорит, вырезаем. Ну, ее супер жестко много. Не, нормально. Цензуры? По-моему, вообще нет. Вообще ее нету. Хотелось бы побольше. Хотелось бы. Не вижу там какое-то либо прям вот наличие цензуры, да, там запрещение каких-то либо определенных тем. Мы должны соблюдать законы. Что бы вот убрали из СМИ? Много политики. Что вместо нее показывать? Ну, а можно на камеру не буду говорить. Фильмы хорошие. Про животных. Ну, сначала, наверное, во власти надо разобраться. Все, больше ничего не скажу. Телевизор надо копить домой. А, вот пустили, конечно. Давайте всей страной скинемся мне на телек. Сколько не смотрели вы? Ой, давно. С 14-го года. Знаете, сколько в мире всего происходит? Вы обалдеете. Ничего страшного. Я хорошо живу. Я вообще новости не читаю, не смотрю. Меня интересуют мои увлечения, как бы, и все. А в стране? Не интересно. Ваш залог спокойствия? Ничего не значит. Я российскими СМИ не пользуюсь. Я пользуюсь интернет-ресурсами. Молодцы все смотрят. То, что доступно, то, что интересно. Пару телеграм-каналов, которые выдают, так есть. И наши, и другие, чтобы иметь общую, адекватную точку зрения. Господи, с Кобееву не смотрят? Ну, потому что на обычных, как бы, каналах не показывают того, что на самом деле есть. Предполагаете, что, допустим, есть какие-нибудь государственные каналы, где реально говорят правду? Нет. Нет доверия государству. Государству нет доверия. А почему, кстати, так? Ну, нет уже у нас нормальных СМИ. Ну, какие-то новостные, я программы смотрю редко. Там все-таки хорошо информацию подают? Нет. Очень политизировано. То есть не хватает в кадре животных категорически? Не хватает. Я считаю, что большого смысла нет, потому что ты никак не можешь повлиять на результат этих новостей. Правда не существует, на самом деле. Мы живем ли в «Матрице» или где-то там, да? Где правда? Не понятно. Вот живем и живем. Вы хоть кому-нибудь доверяете? Только себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...